Привет! Это Камчатка с Александром Петровым и мы продолжаем нашу регулярную рубрику «Камчатка день за днём». В этой рубрике мы узнаем, что происходило в эти дни разных лет века минувшего на материалах старых документов и не менее старых газет в основном советского периода. И боже вас сохрани! Не читайте до обеда советских газет. Да ведь других нет. Вот никаких и не читайте. Сегодня мы узнаем, что творилось на полуострове с 17 по 24 октября в разные годы 20 века. Итак, мы приступаем к нашим увлекательным краеведческим изысканиям. 17 день октября 1965 год. Газета «Камчатский комсомолец» в рубрике «Споёмте, друзья» публикует текст и ноты, песни «Город-друг». Слова Новикова, музыка Фейгина. Песня начинается словами. Не спеша опять на Ост, опять на Вест уходят корабли. Там нет домов, там нет невест, там твёрдо и нет земли. Там ходит рыба косяком и корабли вокруг, а где-то очень далеко нас ждёт, как друг. Петропавловск – город сопок и ветров, Петропавловск в красоте своей суров. Это город рыбак, это город боец, Порт мозолистых рук и открытых сердец. Лисица пошла на реку ловить рыбу, Устроилась и ловит. Приходит к ней волк и спрашивает, что делаешь? Лиса отвечает, ловлю рыбу. Как же ты ловишь? А вот смотри, говорит лисица, Видишь прорубь, я сюда опускаю хвост И хвостом ловлю рыбу. Это коряковская сказка «Хитрая лисица», опубликованная 18 октября 1936 года в главной газете «Полуострова», в газете «Камчатская правда». Эту сказку записал Вичи Кальгин. Газета уточняет, что Вичи Кальгин по национальности коряк родился в 1919 году в районе Майна-Пыльгин, Батрак, работал в хозяйстве, занимался «бырным промыслом». «Бырным» — это опечатка. «Рыбным промыслом». С 1935 года Вичи Кальгин учился в Петропавловской софт-барт-школе. А мы продолжаем день следующий. 19-й день октября 1963 год. Газета «За высокие уловы» публикует статью о том, как на Камчатку прилетели известные журналисты из Чехослава Кийзикмунд и Ганзелка. Вот что пишет газета. На Камчатку прибыли известные чехославатские журналисты и путешественники Иржи Ганзелка и Мирослав Зикмунд, а также их товарищи по путешествию Мирослав Дрияк и Иосиф Каринта. «К зданию Петропавловского аэропорта», пишет газета «За высокие уловы», подруливает быстрокрылый лайнер Ту-104. Из самолета выходят Иржи Ганзелка, Мирослав Зикмунд и их товарищи. Камчатское солнце встретило их веселой улыбкой. О Ганзелке и Зикмунде, надо сказать, особо. С конца 40-х годов эти два мужественных путешественника, журналиста, писателя, фотографа, генооператора путешествовали по всему миру на автомобилях Татра, тем самым рекламируя продукцию завода Татра и выпуская огромные книги о своих путешествиях. Книги очень интересные. Один из своих выпусков моего видеодневничка в рубрике «Культуртрегер» я посвящал этим книгам. Так вот, Ганзелка и Зикмунд побывали на Камчатке. По итогам их пребывания на Камчатке вышла даже вот такая вот книга «На меридиане нового дня». О которой я тоже рассказывал в одном из выпусков своего видеодневничка. Книга о поездке через весь СССР тоже должна была состояться, но не тут-то было. В 1968 году Чехославикия захотела освободиться от коммунистических оков. Восстание было жестоко подавлено советскими и восточно-германскими войсками. А Зикмунда и Ганзелку, которые выступили против коммунистической оккупации Чехословакии, в Советском Союзе больше не печатали, хотя до этого их книги выходили огромными тиражами. Наконец-то вы узнали правду. Продолжаем наше увлекательное чтение. День следующий, 20-й день, октября 1984 года. Газета «Камчатская комсомолец» публикует сенсацию. В Елизовском зоопарке Шевлягина, пишет газета, произошло событие, не имеющее аналогов в мире. Семья длиннохвостых попугаев, ара, принесла потомство. Двух птенцов. Мы уже писали об этой удивительной паре, пишет камчатская комсомоль. Представляющий вид самых крупных в мире попугаев. Считалось, что в неволе ары не размножаются. Зафиксированы лишь единичные случаи в зоопарке Магдебурга, новосибирском Заверинце. В 1982 году у попугаев появился птенец, принесший заслуженную славу своим родителям. Это был второй случай размножения ар в Советском Союзе. Я еще раз напомню, что с полным текстом газетной заметки и других публикаций и документов, используемых в выпусках. Рубрики «Камчатка. День за днем» можно познакомиться на моем канале Яндекс.Зен по ссылке в описании. А мы продолжаем наше путешествие по годам минувшим. 21 октября 1923 года газета «Полярная звезда» публикует заметку о населении Петропавловска. Газета пишет, «Произведенная 21 октября 1923 года перепись населения в городе Петропавловске показала, что общее число жителей в то время было 1213 человек, из которых мужчин 720 и женщин 493. Взрослое население 832 человека, мужчин 547 человек, женщин 285 человек. Следовательно, уточняет газета, взрослых мужчин почти вдвое больше, нежели женщин». «Полярная звезда» сообщает, «По национальности все население распределяется так. Русские, то есть великороссы, украинцы и белорусы 899, камчедалы 99, китайцы 71, корейцы 59, японцы 19, осетины 15, татары 14, немцы 11». Далее идет перечисление других национальностей, в том числе в Петропавловске жил один чукча, один чех, один сириец и один американец. День следующий. 22 октября 1917 года. Газета «Камчатский листок» публикует объявление, подписанное исполняющим делами уездного комиссара Сычевым. «В воскресенье 22 октября, в 3 часа дня, пишет газета «Камчатский листок», в канцелярии уездного комиссара состоится аукционная продажа японской конферскованной шхуны «Дзензи Мару». Осмотр шхуны в день аукциона с 9 часов утра до 2 часов дня. Но это не точно. День следующий. 23 день октября 1919 года. Теперь мы знакомимся с документом. С приказом управляющего Камчатской областью. Номер 241. Приказ гласит «22 октября сего года одно лицо, подвергшееся штрафу запасть буската на улицах Петропавловска, сообщило мне, что милиционеры составляют протоколы на горожан, оставляя скот начальника милиции свободно гулять по городу». Не вдаваясь в проверку этого заявления, но предполагая, что оно возможно и справедливо, предлагаю всем милиционерам к неуклонному и строгому исполнению при составлении протоколов, не делать различия между горожанами и чиновниками всех рангов и ведомств, не исключая и меня. Служащие на государственной службе должны напоминать им этот долг предгосударством. Начальнику милиции Сагржевскому, не внушившему до сих пор своим подчиненным милиционерам их обязанностей по службе и допустившего по своему адресу разговоры, порочащие его служебное звание, объявляю строгой выговор. Обратим внимание еще на то, что век назад потворство различного рода чиновникам и силовикам было весьма распространено. Впрочем, что ожидать в стране, в которой иуда-большевики свергли законную власть. А мы продолжаем наше чтение. 24 день октября 1956 года главная газета полуострова Камчатская правда сообщает, что в средней школе номер один села Елизова состоялся вечер юнатов. Зал, где собрались школьники, любовно убран. На стенах монтажи. Украсим нашу родину садами за высокой урожай. На фотографиях показана работа членов кружка в теплице и на пришкольном участке. Что было дальше? Что было дальше, вы узнаете, перейдя на канал Яндекс.Дзен по ссылке в описании. Я уже говорил об этом. На сегодня достаточно. Рад я, что дожил до этого времени. Теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки. Если вам нравится узнавать, что происходило на Камчатке в разные годы века минувшего. А если вы Абрамы, родства непомнящие, можете оставить дизлайки. Пишите комментарии. А те, кто здесь впервые, тех я попрошу. Для того, чтобы не пропускать новые видео на канале, выполните вот эти вот рекомендации, которые вы видите по подсказке в правом нижнем углу экрана. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова